Наверняка вы уже все знаете про мошенников и их схемы, а также про разнообразные способы отъема денег у населения. Думаю, никого в 2022 году не удивить рассказом об очередной финансовой пирамиде или курсе, в котором нет абсолютно никаких знаний, так как по сути все схемы развода очень похожи друг на друга. Но есть одна область, в которой Кедалова так изящно замаскирована, что осознание приходит только после прощания с деньгами. И то не сразу. Наверняка сейчас многие удивятся, но сегодня речь пойдет про увлекательный мир программного обеспечения, а именно про класс определенных приложений, которые существуют только с одной целью – забрать ваши деньги. Сегодня вы узнаете, как под видом полезной программы купить поисковой запрос в Google, что такое по-настоящему неэтичный бизнес и на что стоит обращать внимание на сайте, который обещает решить все ваши проблемы абсолютно бесплатно. Сразу хочу заметить, что это никакое не разоблачение. В этом видео я всего лишь делюсь своими мыслями о недобросовестных производителях, ПО, а также о тех, кто их продвигает. Друзья, вы знаете, как я отношусь к нарушению конфиденциальности и навязчивой рекламе. Сегодня буквально каждое приложение на смартфоне занимается слежкой и сбором личной информации, которую никто никогда бы в здравом уме не согласился передавать о себя каким-то там непонятным компаниям. Мне лично неприятно, когда за мной кто-то подглядывает и передает данные о моих интересах, покупках и местоположении рекламным компаниям и другим заинтересованным лицам. А поэтому я использую AdGuard, чтобы заблокировать трекеры отслеживания, рекламу и обезопасить себя от фишинговых сайтов. И вам искренне советую. AdGuard это приложение, которое способно защитить от множества угроз и при этом для его настройки не требуется знание эксперта по информационной безопасности. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому видео. Если вы напишите в гугле, яндексе или ютубе, как разблокировать айфон или андроид, как перенести переписку ватсап с андроида на айфон, как сделать резервную копию смартфона, как отвязать iCloud и все в этом роде, то после подобного поискового запроса с вероятностью 99% вы либо попадете на сайт, предлагающий скачать приложение, которое решит все проблемы, либо на статью, где предлагается использовать эту же программу. Скорее всего, вам попадется один из этих сайтов. Все они поразительно похожи друг на друга и по случайному совпадению у всех приложения с очень похожим названием. Но если попытаться проверить, где расположены сервера, которые занимаются обработкой их электронной почты, то мы выясним происхождение. Скажем так, с ушей придется снимать не простую, а рисовую лапшу. Что-то мне кажется, дело запахло уткой по-пекински. Кстати, обратите внимание, что все эти сайты такие официальные, а не какая-то там подделка. Но для того, чтобы потенциальная жертва уж точно не прошла мимо, эти компании спонсируют практически всех ютуб-блогеров и интернет-издания, которые хоть немного рассказывают о технологиях. Как итог, вся поисковая выдача забита их программным обеспечением. В результатах можно найти статьи от Ханьюз, Эппл Инсайдера, Лайфхакера и от других не менее известных изданий, как русскоязычных, так и англоязычных. Мне эти товарищи на протяжении двух лет писали и предлагали снять о них видео. Ну что ж, надеюсь, оно им понравится. Сразу хочу заметить, что как минимум эти три сайта управляются точно одной компанией и продают пол, которая вообще ничем не отличается, кроме названия. Выяснить это удалось просто, посмотрев их сетевые запросы. Все они ведут на Tenorshare. Думаю, уже становится понятно, что ни одна вменяемая компания не будет создавать клоны своих приложений. Давайте перейдем на один из таких сайтов и посмотрим, как устроена вся схема развода. Допустим, если вам понадобится найти способ убрать пароль блокировки экрана на Android смартфоне, то вам предложат воспользоваться приложением 4UK. Оно обещает удалить пароль блокировки, а также, если необходимо, отвязать устройство от Google аккаунта. Что ж, давайте попробуем. После бесплатной загрузки приложения нам предлагают выбрать один из вариантов. Выбираем удалить блокировку экрана. Подключаем кабель. Видим, что устройство определилось и нажимаем начать. И внезапно оказывается, что нужно срочно приобрести лицензию на это приложение. То есть, вы понимаете, пользователь буквально в одном шаге находится от решения всех своих проблем. И он, скорее всего, пойдет и приобретет лицензию, особенно если не очень хорошо разбирается в технологиях и не представляет, что его ожидает дальше. На выбор есть целых три тарифа за 35 долларов, 40 и 50. Очевидно, что если вам нужно всего лишь один раз воспользоваться приложением, вы выберете самый дешевый тариф. Но не переживайте, растраты на этом не закончатся. Итак, после покупки вас уже будет ждать свежезаваренная рисовая лапша. Приложение предложит выбрать модель устройства и согласиться с потерей данных. После чего покажет инструкцию, как войти в режим восстановления устройства. Ну а далее всего лишь останется выбрать пункт Vibe Data Factory Reset, после чего смартфон сотрет все данные и восстановится к состоянию из коробки. Думаю, люди, которые хоть раз сбрасывали Android смартфон подобным образом, уже догадались, что только что произошло. А именно, это невероятно полезное приложение за каких-то жалких 35 долларов показало вам инструкцию из трех картинок, как восстановить смартфон до заводских настроек. То есть, все это подключение устройства к компьютеру, выбора модели устройства и нажатие на кнопку начать, не более чем ритуальная процедура, перед тем, как вам покажут три картинки, которые можно найти бесплатно в Google поиске. Ну да, это вам решение предлагают за 35 долларов, но это только начало. Ровно через месяц вас снимут еще 35 долларов, потому что это не какая-то там обычная лицензия, а подписка с автопродлением. И, кстати, все очень официально и прозрачно. При выборе тарифа, так и написано, с автопродлением. Конечно, Tenorshare, как и другие похожие компании, не какие-то там злодеи. И они позволяют вам великодушно отменить подписку. Иногда всего лишь нужно связаться со службой поддержкой. Но, можете не сомневаться, деньги, которые вы уже уплатили, вам никто не вернет ни под каким предлогом. Ну, потому что так тоже написано в условиях соглашения. А что вы хотели? А еще на сайте есть плашка о 30-дневной гарантии возврата средств. И это ровно такая же гарантия, как и их программное обеспечение. Вы просто послушайте условия возврата. Вам вернут деньги, если вы купили приложение дважды. То есть вернут деньги заодно. Если вы вдруг ошиблись и купили не то приложение, то вам сначала нужно купить другое приложение. А потом вы вернут средства за первое. Ну, вы поняли. И дальше все в этом духе. А вот причины, по которым деньги не вернут. Если вас не устроило приложение, то это ваши проблемы. Если вы не получили код регистрации и вовремя не обратились в поддержку, то это ваши проблемы. Даже если вы в какой-то момент поняли, что вас наглым образом развели и кинули, то это тоже ваши проблемы. Вы просто ничего не поняли. Так тоже написано в условиях, что вам деньги не возвращают, если вы не поняли, как функционирует программное обеспечение. Оно функционирует правильно. Просто да, оно показывает три картинки с инструкцией. За это требует 35 долларов, а то и больше. С подпиской, с автопродлением. Да, это нагло и кидало вам. Но вы этого не поняли. А поэтому деньги вам никто не вернется. Что касается остальных продуктов этой конторы и в принципе похожих сайтов, которые продают то же самое, то все действует по одной накатанной схеме. Сначала вы скачиваете бесплатное приложение, потом выполняете там какие-то действия и буквально на последнем шаге вас просят приобрести лицензию. Ну, то есть оформить подписку на утку по-пекински. Единственное приложение, которое хоть чуть-чуть отличается среди остальных, которое меня по-настоящему смогло удивить, эта утилита помощник по переносу переписки в WhatsApp с Android на iPhone или в другую сторону. Тут у вас уже будут отбирать не только ваши деньги, но и ваши данные. В момент переноса пользователя любезно попросит ввести номер телефона от аккаунта WhatsApp прямо в приложение, а после указать пароль, который перейдет в SMS. Далее все ваши данные загрузятся куда нужно и программа создаст левую резервную копию для iPhone, которую нужно будет установить. Конечно, предварительно вас попросят отключить приложение-аллокатор на iPhone, но это то, которое мешает отвязать ваш Apple аккаунт от вашего iPhone, то, которое создано для защиты. Ну, вы поняли, да? По итогу, в этой левой прошивке будет установлен полурабочий WhatsApp с полуперенесенными данными и с частично нехватающими медиафайлами. Но зато останется приятное чувство, что ваши данные утекли куда нужно. Кстати, приложение, которое обещают удалить пароль экрана блокировки с любого iPhone, также за немалые деньги, либо просто вам покажут инструкцию, либо переустановят iOS. Ну, то, что в принципе можно сделать бесплатно с помощью iTunes. Ну, или если очень хочется, с помощью других бесплатных утилит, которых просто уйма. Но если вам кто-то обещает, а они, кстати, тоже обещают, отвязать iCloud от вашего iPhone, то можете не сомневаться, это будет либо Jill Break, либо специально установленная прошивка, которая проработает ровно до первой перезагрузки устройства или до первого обновления, смотря что произойдет раньше. Ну и, конечно, звонки и остальные важные функции работать там не будут. В завершении хочу сказать, всегда начинайте поиски решения проблемы сначала на официальном сайте производителя. Зачастую в справке вы найдете ответ на свой вопрос. Но если не найдете, и уже находитесь на сайте, который вам обещает буквально нажатием одной кнопки решить все проблемы, то для начала внимательно изучите политику возврата средств. И если там не будет написано, что они как минимум в течение 30 дней возвращают средства вообще без никаких объяснений со стороны пользователя, то это первый повод задуматься, они собираются ли вас кинуть. Ну а также рекомендую найти страницу в Facebook того программного обеспечения, которое вы собираетесь приобрести, и там на вкладке сообщества почитать комментарии и отзывы пользователей. Зачастую они могут оказаться очень полезными. Например, у тех же Tenorshare в сообществе 99% негативных отзывов людей, которые пишут, что это развод, кидалово и мошенничество и требуют возврата своих средств. У некоторых, кстати, удается добиться возврата. Естественно, не всей суммы. Надеюсь, видео вам понравилось. Если да, то поддержите это видео лайком, а также делитесь им с друзьями и знакомыми, потому что я считаю, что о таком замаскированном разводе и кидалове должно узнать как можно больше людей. Также напишите в комментариях, если вам самим приходилось сталкиваться с подобным программным обеспечением. Ну а чтобы себя максимально обезопасить от мошенничества в сети, рекомендую установить от Гвард. Ссылки в описании. С вами был Константин Андрианов. Пока. А, ну и на канал не забудьте подписаться. Теперь точно пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok